Дамы, господа, здрасте, меня зовут Илья, и я сразу хочу начать с того, что я безумно вам благодарен за тот прием, который вы оказали ролику про, ну скажем так, секреты, неочевидные фишки iOS. Огромное количество людей написали, что ролик был полезен, но может сложиться впечатление, что у нас в студии стоит этакий языческий стукан в виде айфона, и мы, когда приходим в студию, отбиваем ему низкий поклон в ножки. Дескать, так мы любим айфоны и iOS. Это на самом деле не так, поэтому сегодня в этом ролике мы с вами говорим про недостатки iOS, про то, что в айфоне, ну нереально бесит. Мы начали. Давайте так, первое и самое очевидное, это будильник. Вы можете спросить, Илья, ну ешки-матрешки, что не так с будильником-то? А я вам отвечу, тиктоком. Мало того, что в iOS по умолчанию встает мелодия радар, а, меня аж прям всего передергивает, так она еще и не умеет играть по возрастающей. То есть, казалось бы, максимально простая очевидная фича, но в iOS ее до сих пор нет. Но у меня для вас есть решение, и что самое приятное, даже не одно. Способ первый, смотрите, идем в здоровье, там в разделе сон выбираем интервал, когда мы отдыхаем, и тут же можно поставить сигнал к пробуждению. Для этого режима почему-то у iOS особый плейлист с нормальными человеческими мелодиями, которые не орут вам сразу в уши поутру, а плавно и нежно набирают обороты. После того, как вы проделаете эти действия в разделе сон, в приложении часов в разделе будильник появится пункт сон пробуждения, из него удобно контролировать время срабатывания будильника. Способ второй, использовать собственную мелодию с плавно нарастающей громкостью. Такую можно скачать из интернета или даже самому сделать в любом редакторе. Затем эту мелодию нужно сделать рингтоном с помощью GarageBand. Ну и, наверное, самый простой способ, это мы просто с вами идем в App Store и ставим сторонний будильник, ведь в мире Apple для всего есть приложения, даже для криво реализованной системной функции. У меня, кстати, есть еще одна претензия к iOS по части звуков. В iOS нельзя на системном уровне поставить разные звуки уведомлений для разных приложений. Да, некоторые разработчики молодцы и предусмотрели такую возможность в своем софте, Но, знаете, я хочу выбирать звук уведомлений самостоятельно для любого приложения через системные настройки. Для чего это может быть полезно? Элементарно, по звуку можно различать, из какого приложения вам прилетело уведомление только что. Следовательно, можно, не глядя на смартфон, определить важность этого уведомления. Это пригодится, например, в спортзале, при пробежке или когда вы едете за рулем. Далее у меня по списку Siri. И, как говорили классики... Siri is a stupid music. Раздражает, наверное, даже не ее довольно скудная функциональность, Которая с каждым годом становится еще более скудной и бестолковой, А то, что Siri вообще никак не умеет работать без интернета. У нас здесь сплошной машин-лернинг, нейровычисления и прочее, А Siri все равно требуется подключение к интернету, чтобы обработать самые элементарные запросы. Ну вот, смотрите, я полностью выключил интернет, у меня авиарежим, И я хочу Siri попросить поставить будильник, ну, скажем, на 7 утра. Зажимаю кнопку, вуаля, ваш айфон не подключен к интернету. Элементарный будильник в Siri, тебе как вообще? Нормально? Не стыдно там? 2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса и удаленки работы из дома. Соответственно, для многих встал вопрос, а как нормально обустроить свою работу из дома И какой аппаратурой обрасти для того, чтобы нормально, качественно участвовать в различных зумах, Видеоконференциях, фейстаймах и прочих видеозвонках. Более того, кстати, есть ощущение, что многие с этой удаленки и не вернутся, Потому что многие компании осознали, что держать сотрудника в офисе, в принципе-то, не обязательно. Он может вполне созваниваться с коллегами и выполнять свои функции из дома. Но чтобы делать это с максимальным удобством, нужна соответствующая аппаратура. Это гарнитура Poly Blackwire 8225 с микрофончиком. Есть версии такой гарнитуры с USB-A или USB-C. Подключается она к ПК, МАК или даже к IP-телефону. На проводе есть пульт с крайне важной кнопкой Mute. Нажал, откашлялся, чихнул, чайку там отхлебнул и никто ничего не услышит. Тут же еще можно отрегулировать силу шумоподавления. К слову, Poly Blackwire 8225 имеет двойное шумоподавление. То есть можно отрезать все посторонние звуки, поступающие к вам и в уши, и в микрофон. Надевайте наушники и отрезайте себя от внешнего шума. Здорово помогает сосредоточиться. Ну и сама гарнитура легкая и на голову не давит. Оголовье с мягкой накладкой и мягкими амбушюрами. Все это обеспечивает комфорт на протяжении дня. Ничего не нужно засовывать в уши. Ничего не давит и не вызывает дискомфорта. Красота. Вдогонку, тут у меня еще камера Poly Eagle Eye Mini. Потому что в макбуках камера до сих пор очень так себе. Это очень странно, потому что макбук это реально дорогое устройство. И почему там камера 720p, я вообще не понимаю. Очень долго могу по этому поводу гореть. А вот эта малютка без проблем подключается к любому компьютеру без установки драйверов и выдает достойную картинку. Матрица на 4 мегапикселя обеспечивает видеопоток H.264 с разрешением 1080p в 30 кадрах в секунду. Даже автофокус у нас здесь есть и светодиод, показывающий статус камеры. Желтый, значит, режим ожидания. А зеленый, что камера используется прямо сейчас. Если вас заинтересовала эта камера или гарнитура или все сразу, в описании я для вас оставил на них ссылки. Еще меня дико бесит то, что iOS зачастую не умеет открывать ссылки прямо в том приложении, которое для открытия этих ссылок и предназначено. Почему? Привожу пример, чтобы было понятнее о чем мне. Значит так. Листаешь ты твиттер, видишь ссылку, ну, например, на видео в ютюбе. Нажмешь на нее, вместо того, чтобы открыть ее в приложении ютюб, айфон открывает ее сначала во встроенном браузере твиттера. Иногда в этом окне появляется кнопка «Открыть в приложении ютюб». Иногда этого не происходит. Приходится жать «Открыть в сафари» и только после того, как ссылка откроется в сафари, можно перейти в приложение ютюб. Че вообще? Как это происходит? Почему все так сложно? Почему Android может понять, что ссылку на ютюб нужно открывать в приложении ютюб, а ссылку на инстаграм, блин, в приложении инстаграм? Почему iOS не может справиться с такой простой задачей? Ну, для меня это загадка. Может, конечно, вы знаете? Напишите в комментариях, они полностью в вашем распоряжении. Далее в моем списке просто ущербная работа приложений фоне. Попробуйте отправить, ну, скажем, большой файл через телеграм и свернуть его. В смысле, телеграм. И если вы зайдете в мессенджеры минут через пять, то окажется, что отправка прервана. Это так называемая многозадачность iOS. Лично я понимаю, зачем так сделано. Благодаря такой политике iPhone имеет, ну, довольно хорошую автономность и высокое быстродействие. Но как же это иногда бесит. Да, полноценная работа всех сторонних приложений в фоне, ну, не нужна. Все, чего я хочу, это возможность выбрать два, три, четыре приложения, которые смогут полноценно работать в фоновом режиме. Но неужели я прошу так много? Следующий блок претензий, наверное, не стоит называть претензиями. Это скорее хотелки, потому что эти фишки есть уже на Android. И мы знаем, судя по iOS 14, что все-таки фишки, присущие Android, так или иначе приходят на iOS в том или ином виде. Может быть, не целиком и полностью скопированные, а переосмысленные именно под iPhone. Так вот, это несправедливо. Почему? У них есть, а у нас нет. А? Есть ряд приложений и сервисов, которые упорно не хотят учиться работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве. Например, ну, прости господи, Viber или WhatsApp. Две сим-карты в iPhone есть. Почему я не могу иметь два активных аккаунта в WhatsApp? На Android давно придумали гениальное решение. Во многих прошивках можно клонировать приложение буквально в пару кликов и полноценно использовать второй аккаунт в любом сервисе. Вот хоть убейте. Я хочу себе завести два WhatsApp, чтобы мне приходило ровно в два раза больше открыток и анимированных гифок на все праздники. Запись телефонного разговора. Эта фишка встроена в некоторые прошивки Android на системном уровне. Попользовавшись ею хотя бы недельку, понимаю, что это, блин, реально удобно. Приведу пример, зачем это может быть нужно. Когда у вас есть запись разговора, вам совершенно не обязательно запоминать на слух номера телефонов или адреса, или имена, которые вам диктует собеседник. Можно позвонить супруге, она вам продиктует список покупок и ничего запоминать не нужно. Все равно же не запомните, все равно же купите не то. А тут у вас хлоп и запись разговора на руках. Так, юристы, спокуха. Я знаю, что в некоторых странах действительно запрещено записывать телефонный разговор. Но в России это вполне себе возможно. Другой вопрос, как вы будете использовать эти записи? И не содержат ли эти записи какие-то конфиденциальные данные? Ну и, соответственно, было бы круто, если бы это было реализовано в айфоне. В России это можно. Ну, сделайте для российских айфонов такую возможность. В конце концов, FaceTime, именно видео вы же выпилили для арабских стран. Пошли у них на поводу. Так, может быть, как-то и лицом к России можно повернуться? И еще в список с хотелками можно внести возможность открывать аж сразу два приложения на одном экране. Не понимаю, почему Apple не дает такой возможности. Диагонали Max версии айфона с этим, ну, прекрасно. Без проблем справятся. Ну или хотя бы, почему нельзя открывать одно приложение поверх другого? Такая возможность давно есть на iPadOS, и я ей частенько пользуюсь. Режим Split View позволяет открыть сразу два приложения на одном экране и полноценно работать с обоями, перемещая данные из одного в другое. В режиме Slide Over одно приложение открывается поверх другого в небольшом окне, и это тоже может быть удобно. Понимаю, что на экране iPhone mini сплитскрин покажется просто мукой и совершенно негуманным действием. Но на обычных айфонах с диагональю более 6 дюймов, но согласитесь, это ведь будет удобно. Ну и на iOS есть еще ряд, не то чтобы прям критичных недостатков, скорее недочетов, которые, в принципе, можно было бы исправить, и опыт использования iOS стал бы более комплексным и более удобным. Нельзя расставить иконки на спринтборде как хочется. Вот почему я не могу разместить две иконки снизу, а все остальное пространство рабочего стола оставить свободно? Может, у меня, блин, суперкрасивая обоина, и я хочу на нее постоянно смотреть? Куда делся индикатор заряда в процентах? Я, конечно, понимаю, что тут монобровь и все вот это вот, но почему бы не дать пользователю возможность выбирать, как будет отображаться заряд? Хочешь батарейка, хочешь проценты. Ну почему мне постоянно приходится вытаскивать шторку, чтобы увидеть, сколько именно процентов заряда осталось? А еще меня мучает вопрос, почему iOS не дает мне выкачивать обновления по LTE? У меня безлимитный тариф, я могу качать сколько влезет вообще. Вот я хочу скачать обновления, а система экономит мой трафик. Или вот еще. Почему журнал звонков и список контактов выглядят как в 2003 году на кнопочной Нокии? Почему бы аватарки контактов не отображать в списках? Это здорово бы упростило визуальный поиск нужного абонента. Вон, в андроиде это тысячу лет есть, и че все пользуются всем норм. Также непонятно, почему в журнале звонков помещается информация только о сотне последних вызовов. Иногда нужно найти номер, на который ты звонил, а если звонков было много, то уже недели через две список перезапишется и сотрет нужный вызов. Также в звонилке бесит то, как реализован процесс выбора, с какой симки звонить. Вот если вы хотите позвонить по номеру, который не записан у вас в контактах, и вызов нужно сделать из журнала звонков, то это прям целый квест. Просто так у вас не получится выбрать, с какой симки совершать вызов. Для этого потребуется скопировать номера, перейти в номеронабиратель, и там выбрать, с какой симки вы хотите звонить. Затем вставить номер из буфера, и только после этого позвонить. Почему бы не скопировать механику работы Android, когда ты пытаешься вызвать какой-либо номер, система спрашивает, с какой симки звонить. И тут же предлагает закрепить этот выбор и сделать его по умолчанию. Но это же просто логично и удобно. А еще вот знаете, мне непонятно, почему с помощью стандартной системной клавиатуры нельзя вводить дополнительные символы по долгому тапу. Да, можно зажать палец на кнопке переключения в символьный режим, вот на этой 1, 2, 3, и не отпуская палец, выбрать нужный символ. Но это все равно дольше, чем длинный тап. Понимаю, что на кнопках для дополнительных символов особо-то места нет, но их можно не отображать. Со временем расположение часто используемых символов, ну уж можно и запомнить. А еще бывает полезно иметь ряд с цифрами над буквами. Вы скажете, что все это умеют сторонние клавиатуры, но это, наверное, их единственное достоинство. Стандартная клавиатура iOS и безопаснее, и работает быстрее, и точнее сама по себе. Вот такой вот списочек у нас с вами получился. И недостатков, и хотелок. Если вы считаете, что мы о чем-то не упомянули, то, друзья мои, комментарии в вашем распоряжении. Пишите, что вас лично раздражает в iOS. Если я об этом уже сказал в этом ролике, можно повторяться. Почему нет? Если я увижу какие-то новые идеи, я буду только рад. И, конечно, поддерживайте нас, пожалуйста, большим пальцем вверх. Ровно так же, как вы сделали в прошлом видео про секретные фичи. А мы, давайте, может, запишем про фичи Apple Watch. Или как сэкономить батареечку на айфоне. Или как сэкономить батареечку на айфоне. Короче, идей, о чем записать ролик, огромное количество. Если так же они есть у вас, то, опять же, в комментарии пишите. Мы все читаем. Ставьте похвалу, бейте в колокол и подписывайтесь на канал. Счастливо. Пока. Было. Но вообще, на самом деле, ролик, как сэкономить батарейку на Apple Watch, был бы очень коротким. Но при этом довольно полезным. Потому что, мне кажется, здорово, когда Apple Watch живут два дня, например. Ну, то есть день, ночь, день. А не день, ночь. Если включить все фишечки. Короче, ладно. С этим мы разберемся. Все. Я пойду, наверное. Но я еще вернусь. Кстати, на мой инстаграм тоже подпишитесь. Все. Всем чмаки. Ижи-и-и-я!